Турнирный поединок Iron General И, в общем-то, отличительной чертой данного состава Хаоса против Империи по сравнению с предыдущими, естественно, является наличие возвышенного героя под смертельной резней, что дает ему и знаком Хорна, что увеличивает ему атаку аж до 63. Это очень высокий показатель в Ахе. И, естественно, усиление натиска дает еще этот знак. Кроме этого, если мы учтем смертельную резню, то натиск у него будет больше 70 под смертельной резней. Вот он у нас на мантикурии, я так понимаю, летающий. Ну, для сравнения, у Бори атака 47. И вот здесь Борис ведет это дело в бой. Охотник на ведьм и Серый маг. Ну, в общем-то, здесь особенность какая. Вместо мистифицирующих миаз мы видим маятник полумесяц. То есть тоже достаточно интересно. И, в общем-то, роль юнитов, которые будут справляться с теми же Шаготами. В составе Империи выполняют вот эти три отряда налетчиков с хорошей дальностью и с отличным уроном от бронебойных выстрелов. По сравнению с предыдущими, конечно же, противостояниями Хаоса Империи. Налетчики сейчас у нас бафнуты последними патчами. И, в общем-то, есть все у Империи, чтобы противостоять. И другое дело, что нету пехотных стрелков. Но, опять-таки, они брались больше под сетку, нежели так вот сами по себе. И вот эта вот пехотная линия, она остается прежней. То есть три либо четыре тяжелых мечника. Единственные пехотные отряды в составе Империи, которые могут противостоять пехотной линии Хаоса. Сбалансированные и продуманные составы с обеих сторон. И пошли у нас в обход ракаогры. Понятно, обращает на себя внимание не многочисленная пехота Хаоса. Но, как раз вот Холик, Шагот и герой летающий, они призваны поддерживать свою пехоту. А наличие собак с ядом, двух собак с ядом, позволяет до определенной степени отшугивать вот этих вот налетчиков. Конечно, в ближке им не выстоять. Ну и опять-таки, еще интересно наличие вот рыцарей Пылающего Солнца. Борис тут что-то у нас пытался предпринять и не проходит. Надь, посмотрите, как хотел зачаржить воинов Хаоса, но не получается. Ну а здесь уже маг смерти Хаоса в действии. Кидает Бьюну. И достаточно успешно, так удачно, так скажем, откидывается Бьюна здесь. Пытается своими рыцарями Солнца, игрок за империю Йонтаун, спасти от собак своих застрелов, конных хашек даже. Ну а здесь, конечно, пропускает он натиск от отверженных. Однако успевает ответить натискам рыцарей Пылающего Солнца, которых, в свою очередь, контрит Холик. То есть, достаточно всегда, вот эти противостояния империи Хаоса, они всегда такие напряженные и зависят от большого количества факторов. То есть, удастся ли пошедшему от Шаготов Хаосу помочь своей пехоте. И мы видим, что в данной ситуации он помогает и очень здорово против тяжелых мечников, потому что воины Хаоса с тяжелым оружием не выстоят. Замечательно заходит у нас вот эта вот обилка Велитель Бури. Ну, не сказать, что она там 100% зашла, но тем не менее. Кроме этого, у нас и слабейший недруг находит применение. Мы видим, что, ну, по большей части, почему он еще не просажен, вот этот отряд воинов Хаоса, мы видели, что ему помогает, помогал здесь Холик. И великолепно! Посмотрите, как здорово вообще, просто шик... Вот именно в данной ситуации очень здорово заходит Маятник Полумесяц. И посмотрите, воин Хаоса теряют, теряют. И несмотря на то, что их поддерживает здесь Дракаогр Шагот, по нему ведется постоянный обстрел налетчиками. Ну, не обратил я внимания, Дракаогр Шагот, он не столько здесь отстрелен, насколько обвинением просажен. Поэтому очень опасная, конечно же, эта вещь. Еще одна бьюна на Рыцаре Пылающего Солнца. То есть, посмотрите, как такое взаимосвязанное действие магии, значит, сингл-юнитов, стрелковой составляющей вот со стороны Империи. И Боря как раз занят тем, чем нужно заниматься, возвышенного героя. Но тут он зря, наверное, его бросает. Хотя по скорости, что там, 90, здесь 85. В принципе, мог он его догонять, конечно же, и бить. При том, что Боря у нас обрезанный. У него только медлендский руноклык на восстановление ХП. Ну и все-таки Шаготы, используя свое преимущество в скорости, в маневренности, догоняют Охотника на Ведьм. И вот здесь вот хочу обратить ваше внимание, что все-таки, наверное, зря вот сюда приземляется Боря. Аж под двух сразу Шаготов он приземляется. Пытается он, конечно же, спасти своего Охотника на Ведьм. Но он и так... Ну, его здесь спасти сложно. Как раз позиция хорошая для налетчиков отстреливать уже просаженного Дракоу Горшагота. Вот что и делает один из отрядов. Вот у нас стоит. Ну, это очень рискованно. Потому что Холик убивает практически всех. И очень здорово. Посмотрите, орудует собаками. То есть сразу же замедление. Сразу же минус дебаф по скорости. Все прелести яда. Ну и забывает здесь у нас про Вашевышенного героя. До определенного момента. Iron General. Ну, а атака вот эта самоубийственная. То есть вот он, переломный момент поединка. Убивают. Вот здесь вот Бориса. Не дают ему взлететь. То есть ошибка соперника. И 100% ею воспользовался Iron General в этой ситуации. Что оставляет мало шансов Империи на победу. Вот в такой ситуации. Хотя, вот обратите внимание. В общем-то, насколько здорово использовался слабеющий недруг. Так, зашел маятник полумесяц. И за счет этого, даже несмотря на поддержку двух шаготов, поскольку вот они как раз здесь были отвлечены и охотником на ведьм, были отвлечены еще и борьбой с Борисом. Им не удалось оказать максимальную поддержку своей пехоте. Это приводит к тому, что пехотное сражение выигрывает Империя. То есть вот, посмотрите, у нее и тяжелые мечники. Здесь полотряда живы. Здесь остатки тяжелых мечников. Они не бегут. Ну, а смерть полководца сразу минус 16 по морали. Можете себе представить. Здесь же похищение души, пожалуйста. Вот оно сгодилось. Сейчас охотнику на ведьм здесь отвешивают и отвешивают неплохо. Хотя вот он еще должен биться, конечно же, он должен еще откидывать обвинения. Ну, а вот здесь что толку откидывать слабеющий недруг на того же Холика? Если, в общем-то, пехотных отрядов их не было изначально в составе Империи, которые могли бы бороться с этими крупными целями. То есть у нас по факту был только Борис и были вот эти вот налетчики. Сейчас возвращается возвышенный герой и я думаю, он здесь начнет расставлять точки над им. Маленько мы ускоримся. Напряженный такой поединок. Пехоты много остается у Империи. Относительно, естественно, пехоты Хаоса. И посмотрите, как при поддержке флагеллянтов. Замордовали они очень быстро здесь тяжелые мечники остатки Войнов Хаоса. С тяжелым оружием этих парней. Великолепно отрабатывают собаки. Один из самых полезных юнитов в составе Хаоса за этот бой. Ну и так или иначе, вся пехота Хаоса разбирается. Однако пистольеры по концу боя, вернее налетчики, не справляются со своей задачей и не убивают Холика. То есть только удалось справиться с Шаготом, разобраться с Холиком. На данный момент таких юнитов здесь уже в Империи не остается. Убежал убит Борис. Нету боеприпаса у налетчиков. Вот еще один там моргает под чародеем Хаоса. Налетчики сливаются. И по факту, то есть никакие, естественно. Хашки в ближнем бою ничего Холику противопоставить не могут. Ну и понятно, что жив еще и возвышенный герой. Все-таки, наверное, стоило Борису как-то его попреследовать там вот в этих кусточках. Ну такой вот классический напряженный поединок. Холик красава. Он сыграл на все 100%. Если здесь драковой Горшагот в основном это кавалерия и удалось все-таки пистольером его, налетчиком вернее, законтрить, расстрелять, то с Холиком справиться уже в Империи силенок-то и не хватило. Ну и ровные показатели за все отряды пехотные.